Перед тем, как сесть за стол переговоров, Нурсултан Назарбаев обратил внимание коллег на специально подготовленные для них стулья с гербами трех стран. На что Владимир Путин и Александр Лукашенко ответили, стулья они заберут с собой. Главной темой обсуждения стали перспективы развития Евразийского экономического союза. В течение этого года странам-партнерам предстоит принять более ста совместных документов, в их числе новый таможенный кодекс и планы формирования общих рынков электроэнергии и топлива. Президент России предложил начать переговоры о создании единого валютного союза Евразес. Условились с партнерами продолжить координацию монетарной политики. Думаем, пришло время поговорить и о возможности формирования в перспективе валютного союза. Работая плечом к плечу, проще реагировать на внешние финансовые и экономические угрозы, защищать наш совместный рынок. По мнению президента Казахстана, текущий год станет годом испытания на прочность созданной экономической модели развития. Президент Беларуси отметил, что Евразийский экономический союз был создан весьма своевременно, учитывая серьезные угрозы для экономик стран, входящих в Евразес, и призвал реагировать на эти угрозы сообща. Владимир Путин остановился на состоянии российской экономики. Несмотря на обвал нефтяных цен, Россия по итогам прошлого года вышла все-таки на небольшой рост валового внутреннего продукта, 0,6%. Однако ситуация в нашей экономике непростая, и в этой связи нами подготовлен антикризисный план по поддержке экономики и социальной сферы в объеме 2,3 триллиона рублей. Главная цель – содействие реальному сектору экономики, промышленности, сельскому хозяйству, а также стимулирование занятости. Следующая встреча лидеров трех стран запланирована уже на 8 мая в Москве, в преддверии празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне.